Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Канон передает нам целую эпопею Эпопею Для того, чтобы закрепить этот материал, сейчас я предлагаю перейти к практической части нашего сегодняшнего занятия Возможно, мой замысел не удастся осуществить, из-за размера аудитории, но все же мы попытаемся это сделать Позвольте мне освободить здесь немного места, и я объясню, в чем будет заключаться задание Помимо всего прочего, к этому курсу вам потребуется Библия В качестве подготовки к курсу весьма и весьма полезно прочитать всю Библию От начала до конца Однако здесь хочу посоветовать вам придерживаться скорее еврейского, нежели протестантско-католического канона То есть книги Моисея, пророки, а потом все остальное А не книги Моисея, ранние пророки, псалмы и так далее, а потом поздние пророки А теперь непосредственно задание Индивидуально или в группах Прочитайте первые три главы книги Бытие А после этого Три последние главы книги Откровения Итак, вам предстоит прочитать первые три главы Библии и последние три главы Библии Постарайтесь определить некоторые элементы преемственности И ее отсутствие или прерывности Между началом и концом Писания Преемственность и прерывность На это я дам вам время А затем мы порассуждаем вместе и сделаем определенные выводы Время пошло Я не ожидаю от вас глубокого, сравнительно сопоставительного анализа Но надеюсь, что вы хотя бы бегло изучите Откровение 20.22 А также Бытие 1.3 То есть, по сути, начало и окончание Мы имеем дело с протологией То есть, с самым началом И эсхатологией В узком смысле этого слова Немного позже я объясню, что обозначает этот термин в широком и в узком его понимании Эсхатум Нечто последнее Итак, мы касаемся протологии и эсхатологии Бытие 1.3 и Откровение 20-22 И еще одно замечание Пока мы оставим в стороне споры о точной литературной природе Первых трех глав книги Бытие И точной литературной природе последних трех глав книги Откровения И тот, и другой текст бесспорно отличаются символичностью языкового выражения Однако это больше касается систематического богословия А также исследований Ветхого и Нового Завета Итак, что общего вы нашли? В чем наблюдается преемственность между протологией и эсхатологией? Суд? Суд В третьей главе суд вершится над мужчиной, женщиной, змеем и так далее Вершится суд также И в Откровении 20-22 Мне кажется, что здесь есть проблема преемственности и прерывности Так, например, в Бытие 1 описывается сад, а в Откровении 22 описывается город Итак, вы видите сад Воссоздание рая Можно ли сказать, что воссоздается лишь некогда утраченное? Или же к этому прибавляется что-то новое? Наверное, это скорее пример прерывности Так как вначале мы видим сад, нечто биологическое А в конце город, нечто небиологическое В Откровении 20-22 описаны элементы рая Думается, однако, что при переходе от сада к городу В город переносятся определенные признаки рая И в этом смысле сад можно сопоставить С градом Божьим Кроме того, если говорить о саде То Адам был сотворен за его пределами И лишь потом помещен в этот сад Но в Иерусалим также сходит с неба И мы входим в него То есть и в том, и в другом случае Бог приглашает людей в рай Наблюдаются определенные сходства И в том, как туда попасть Если сравнивать Бытие 1-3 И Откровение 20-22 И еще После грехопадения Бог закрывает врата в Едемский сад Тогда как в небесном Иерусалиме они всегда открыты В конце 3 главы мы читаем о том, что врата рая закрываются А путь к древу жизни охраняет пламенный меч Здесь же врата постоянно открыты Что касается города Определенная прерывность здесь наблюдается Но и здесь имеются признаки райского сада Это если говорить о прерывистости и преемственности Также о брачных узах говорится в Бытие и в Откровении Адам и Ева Муж и жена Одна плоть Бытие 2-24 В Откровении же 20-22 Новый Иерусалим назван невестой И дух и невеста говорят Приди, Господь Иисус, приди Итак, здесь нам представлены образы свадьбы Кроме того, в обоих фрагментах здесь присутствует и сатана Он восстает и действует Бытие И терпит поражение в Откровении Итак, здесь у нас змей Сначала змей подвергается осуждению А потом Бог приводит в действие свой приговор над ним Мы также встречаемся со смертью, над которой Бог одерживает победу Можно ли считать примером прерывности то, что в Бытие человек попадает под проклятие А в Откровении это проклятие снимается Речь идет и об осуждении Особенно в главах 21-22 В обоих случаях речь идет об обольщении В Бытие 1-2 сатана обольщает Адама и Еву И они совершают грех А в Откровении 20-10 Дьявол, прельщавший людей, брошен гиену огненную Сатана прибегает к своей излюбленной уловке Обольщению Но в конечном итоге не избегает наказания В обоих текстах упоминается древо жизни Как один из признаков райского сада Однако, какого дерева на последней картине не хватает? Нет древа познания добра и зла Есть здесь и река, простекающая из Эдема и простекающая от престола Далее нам представлен образ реки Реки, исходящие из Эдема и из Нового Иерусалима Бог использует слово как инструмент Бог изрекает свое слово Бог пребывает Да, Бог говорит И пребывает Так, в Бытие 1.3 Как мы увидим дальше, изучая некоторые материалы по толкованию Райский сад имеет черты скинии Здесь, если вы посмотрите, угадываются образы райского сада В построении скинии, как Божьи обители То есть, место Божьего присутствия Слышатся от звуки рая И драгоценные камни и так далее Мы также обнаруживаем, что священники, служившие при скинии, должны были охранять скинию, как Адаму некогда было поручено Богом охранять Эдемский сад и заботиться о нем Поэтому существует мнение, что все, что мы видим в раю, приготовлено и предназначено для Божьего присутствия Потому мы читаем, что Бог ходит с Адамом и Евой в прохладе дня Бог желает обитать среди своего народа И вот мы доходим до грандиозного апогея До вершины До кульминации Когда Новый Иерусалим сходит от Бога с неба Никакой необходимости в храме, никакой необходимости в скинии уже нет Ибо Бог и так постоянно там присутствует И хотя это выводит нас из контекста Бытия 1.3, однако это крайне интересно Оказывается, что Новый Иерусалим это удивительный геометрический феномен Глубоко символичный, к тому же это город Куб Обращали внимание, это большой Куб Итак, с неба сходит Куб И это Новый Иерусалим В духе современного американского кино Это походит на сцену из Звездных войн Единственное другое место Или единственный другой кубический объект В Библии Это что? Кто-нибудь знает? Это святая святых в скинии храма Это второе, наряду с Новым Иерусалимом, кубическое пространство, упоминаемое в Библии И что это означает? Это означает, что Что теперь это место святого Божьего присутствия Теперь Новый Иерусалим будет местом присутствия Бога с его ослепительной святостью Восхитительно, согласитесь, если попытаться это себе представить Друзья, об этом можно рассуждать и дальше Материала для изучения здесь вполне достаточно Но в заключение еще пару замечаний Библейское богословие помогает нам осмыслить путь От первой главы книги «Бытие» до последней главы книги «Откровения» От протологии до эсхатологии, в узком смысле этих терминов От первоначального творения до нового творения, новой земли и нового неба Это попытка осмыслить данный путь, как он разворачивается в библейском тексте С точки зрения библейских категорий, от бытия до откровения В этом и состоит путь Эсхатология может иметь как узкое Так и приобретающая сегодня популярность широкое определение Библейское богословие затрагивает эсхатологию в широком смысле Показывая, как Бог исполнил свои обетования Как Он совершил свою волю Как от бытия до откровения разворачивался Божий замысел Эсхатология в узком смысле, как правило, сосредоточена На следующих четырех моментах Это смерть, суд, рай и ад Эсхатология в узком смысле И систематическое богословие касаются этих четырех моментов Смерть, суд, рай и ад Эсхатология же в широком смысле Скорее призвана раскрыть путь от первоначального творения до нового творения Воплощение Божьего замысла В качестве полезной литературы по предмету Могу порекомендовать книгу моего преподавателя по богословию Ветхому завету Уильяма Дамбрелла И несмотря на то, что я отчасти обязан Грэму Голдсорсе Думаю, в целом Дамбрелл оказал на меня большее влияние Ему принадлежит ряд книг по эсхатологии В ее развернутой трактовке Характерной для библейского богословия Книга, которую я имею в виду, называется В поисках порядка В поисках порядка Подзаголовок с акцентом на библейскую эсхатологию То есть как раз на эсхатологию в широком библейском смысле Реализация Божьего замысла От бытия до откровения Божьего пребывания среди народа Друзья, на сегодня наша лекция практически закончена Оставшиеся водные замечания мы рассмотрим на следующем занятии Надеюсь, что в следующий раз нам удастся разобрать тему Выдающихся богословов прошлого И их подходов к библейскому богословию С тем, чтобы уже через неделю мы приступили непосредственно к изучению Библии Таков мой план В оставшееся время вы можете задать мне свои вопросы По содержанию лекции Вы знаете, для меня до сих пор остается не вполне ясным один вопрос Вот смотрите Изначально Бог творит Солнце, Луну, звезды и другие атрибуты Которые не будут присутствовать в будущем в Небесном Иерусалиме И тогда для чего Он их создал? Каким целям они служат? Можно предположить, что по своему предведению Бог предназначил им еще какую-то особенную роль Как так может быть? Думаю, что вопрос примерно об этом В Откровении 20, 21 и 22 Мы уже не находим упоминания о Солнце и Луне Их там нет, а источником света служит сам Бог Нет ни ночи, ни тьмы Признаки храма отсутствуют Именно так Бог все изначально и замысливал? Изначально ли Бог замысливал так, чтобы райский сад не был окончательной обителью? Ответить на этот вопрос непросто Он требует обращения к систематическому богословию Пониманию разума Божьего и всеведения Божьего Того, как Бог соприкасается с нами Того, как Он присутствует в раю и за Его пределами Все это увлекательные вопросы систематического богословия Мы же ограничимся тем, что написано непосредственно в Библии И пока ставим в стороне то, о чем Библия прямо не говорит Однако мне все же хотелось бы обратить ваше внимание на один момент Когда вы доберетесь до конца Библии, вы фактически подойдете к теме субботнего покоя Конечный пункт назначения — святое место и освященное время Ибо утра и вечера здесь уже нет Нет никаких временных маркеров Мы подходим к кульминации, которая обозначена в Библии В книге Бытие, 2 глава, стихи с 1 по 3 Седьмой день — день субботы, мира, отдыха, покоя Это и есть конец пути Здесь у нас скажется еще один вопрос Ограничивается ли герминевтика лишь библейскими науками? Хороший вопрос Ограничивается ли герминевтика лишь библейскими науками? Нет, существует целая отрасль нерелигиозной философии, которая называется герминевтической философией Однако интересно, что герминевтику как философскую дисциплину ввел именно богослов Фридрих Шлейермахер Он выделял общую герминевтику как науку о толковании любого произведения И специальную герминевтику как науку о толковании Библии Итак, светская дисциплина сформировалась под влиянием богословской науки Однако это уже из истории представлений На этом, друзья мои, мы закончим, а на следующей неделе продолжим вводную лекцию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok